Царю небесный, утешителю души стильны, И живи везде, сын, и вся исполняй, Сокровище благих и жизни подателю, Приди в силе стильны, и очистены от всяких скверны, И спаси блаже души наши. Отец наш небесный, пребудь с нами. Недай нам уклоняться ни улево, ни вправо, но строго по окроволенным стопам твоим следовать. Сохрани нас в истине. Тебе слава, посылаем Отцу и Семене, Святому Духу, ныне, всегда и вовеки, веков. Аминь. А еще тактифа много что-то, даже ничего не слышал. А вообще слушай, ты здесь делаешь, не только здесь. Артем, попишем? Спасибо. Продолжаем чтение слова, которое было сказано митрополитом Иларионом по поводу миланского эдикта. Это у нас третья уже, потому что он большой, это доклад был. И там чуть не каждая строка требует разъяснения. А почему нужно разъяснять? Потому что это не в углу говорилось, делалось. И нужно просто рассмотреть во свете Библии, как это выглядит. Мне сделали замечание по интернету одни. Я сказал количество, подсчитанное, неправильно было. Но они там взяли христианство, христианское. Это ни ко Христу не имеет отношения никакого. Слово христианин, Иоанн Златоуст говорит, для многих является пустым звуком, вводящим других заблуждений. Мы сегодня говорили об этом как раз. Есть такая велика державники, это партия такая в России. Они прямо в программе. Мы за православие, но против христианства. В одной строке. Значит, православие сумело себя показать таким, что с христианством оно несовместимо. И это не какие-то замглавы администрации, тогда был еще у нас Суриков Александр Александрович. Первые замы его. И они увлечены этим. Я стал говорить, да вы что говорите-то. Тут понимаете, это Родина будет поднята, там Проханов, КПСС, там все собралось туда. Ну, нынешние КПРФ называются. Я говорю, да Христос-то, он же не пришел к партию ставить. Ну как же, патриотист, Родина, то есть там непробивное все. И мы обязаны сказать, потому что этот человек не просто в стороне где-то, а он первый после патриарха. Ближе его сейчас к престолу, если что с патриархом Кириллом случится, никого нет, Иларион Алфеев. И нам необходимо людям рассказать, как понимать его слова. Слушайте только очень внимательно, потому что, ну, если недовольные чем-то, вы потом сами разбирайтесь. Я скажу, что он сказать-то сказал, перед ним слушатели, это выставление они в интернете, значит, они доверяются. Я представитель церкви, он сказал, значит, он мне гандачка говорил. У него референты проверили все, он благословленный, поехал на юг Италии, это же не игрушка, выступает перед семинаристами. Митрополит, самый продуктивный в московской патриархии. И скажу, что за последние столетия, может, такого патриархии не было. Ему он дано много, он и композитор, и еще только нет у него. Вот, и поэтому люди обращают на это внимание. Подсчет я сделал вручную, там, ломалось что-то как-то. Да, мне раз сказал, а два, три, пять, это ничего не меняет. Меня интересуют два слова, Христос и Библия. Когда я сказал об этом, а никто не меняет. И вот, выступает патриарх Алексей II, а это какой-то был праздник русской письменности, Кирилл Имифодия в Москве, на площади там памятник стоит. И я там был. Стоял прямо, не по интернету, а прямо на площади стоял. Ну, он выступал в другой раз, а там священники стоят. Один знакомый говорит, он говорит, бежу пять минут, десять, ни разу не поминает Христос и Библия, нигде. Я другого толкаю, слушай, Игнатий, ты про это говорил. И правда, закончил, так и не помянул. Как это может быть? Ну, он говорил как? Ну, он говорил в других падежах и в другом смысле совсем. Они открыли там то другое, слово христианство или духовность. Духовность, это горбачевское слово, духовность. Нет такого слова в Библии. Есть духовный и плотской. Вот это и есть. Пожалуйста, мы сегодня третий раз, завершающий. Я постараюсь более сжать. Основные мы уже мысли сказали как. Погромче считай только. Ну, прежде чем кому-то говорить, нам нужно самим усвоить. Я покажу, видите, как он и щерком, и красным. Я его в интернете прочитал. Потом отдельно скопировал на бумагу. Витя Петеринок мне прекрасный принтер купил, поставил. И потом прочитал его. Потом стал сравнивать с другим, прежде чем вынести на обсуждение. А это-то разошлось далеко. Уже сотни, сотни, а может и больше людей, которые слышали это. Ну, есть такие, которые благодарят. А есть такие, да это такая величина, а ты кто? Вот это и оно. Каждому пророку, а я не пророк тем более, этот вопрос задавали. А ты кто? Что ты учишь меня? Это вторая паралипоминон, 25 глава, 16 стих. Замолчи, чтобы тебя не убили, царь говорит. Хорошо. Я сяду в угол. Я легко понял, говорит, что Бог решил убить тебя. Ты согрешил и не принимаешь. И отошел, и все, и царь погиб. Если ты не принимаешь, это вывод только один. Ты не принял глаз Божий, ты сделался врагом Божьим, как сегодня мы слышали. Ты против закона Божьего стал. И Бог истребит тебя. Будьте очень внимательны к тому, что мы слышим. Мне сегодня сказали, что некоторые у нас употребляют слово клятва. Сами не клянутся, а, так сказать, клятву. Вот это, ну, истребите это слово абсолютно, нигде и никак. Не употребляйте его. А что у вас? Да, да, нет, нет. А шверсть того, то? Буквально. Все. Ян Златоуст говорит, на порог церковную не запущу, кто клянется. Он такие разгромные речи говорит. И вместо в аду только это враги Божьи все называют. От присяга, клятва одно и то же. Не употребляйте. А почему клянутся? Потому что ему не верят. Поверь ей Богу. Ему не надо клятвия. Если я сказал, значит, это оловом на камне вырезано. Я христианин. И все снято. Проверять не надо. Не надо проверять. Абсолютно не надо. И этим поражены они будут. Вот меня когда судили, перед судом следствие идет. Я сижу месяц, два, три, четыре. А они тут 12 следователей за день. 12 следователей. 12 кандидатов наук. Они не видали такого никогда по всей стране. И нашли разногласия в двух случаях только. Как я говорю, и как они. Следователь не говорит где. И говорит, ну вот разногласия все-таки мы нашли. Все удивлены были. Как так вы могли их так отрихтовать, что все говорят одинаково. А то вообще-то, когда следователь в разных углах путается, как у Даниила этих старцев. Ты где где-нибудь под деревом? Под яблоко ты, где под кленом башка отлетела. Вы ее не видели, что она блудила с другим. Значит, вы сказали, там всего один клен, одна яблони. И эти тоже. Кому верить? Курят Владимир Кузьмич. Я говорю, верите им. Как же так? А вы говорили, говорите правду. Я говорю, речь идет о том, пленке, катушке, которую у них обнаружили, изъяли. Они спрашивают, кто вам дал? Откуда я помню, когда у меня были тысячи людей, и каждому я мог дать этих пленок по 250? Откуда я помню? Они там копию снимают, идут. Если они сказали, что они от меня, значит, я не помню, не знаю. А они где, в каком городе? В Львове. Я вообще туда не посылал. Откуда они взяли? Ну, теперь узнали Пютинского монастыря с Эстонии. Я в то время-то раскрутил по всей стране, и за любежь все выскочило. При коммунистах. Я крепил Акбулы, 12 тому, Златоуста, Жития и прочее. Я следователю сказал. Это расхождение не было расхождением. Просто мне это неизвестно было. А они все на меня валили. Мое и мое. Я много давал. Вы не все обнаружили. Смысл понятен. Пошли. В последнее время мы все чаще и чаще можем наблюдать, как в странах Запада провозглашается иная свобода. Одноравственных начал от общечеловеческих ценностей. Так. Это Горбачевская. Общечеловеческие ценности. Да нет общечеловеческих. Их вообще нет. Это не существует. Вы помните, когда Митя Карамаза проразговаривает с этим Зосимой. Ярмонахам. И вы в это верите, он прошел. Да. В природе нет закона, чтобы любили друг друга. Нет. Ни у голубей, ни у волков, ни у овечек. Вот весной коров выгоняют. А они в прошлом году все друг друга знали. Они сразу начинают бодать. Узнать, а кто начальником будет здесь. Кому слово дать. Кто у корыта первый будет стоять. И у голубей точно так же. Он уже не ест. Сидит один, раскрылатился на тазике. На другой тазик пшеницы. Два тазика пшеницы. И он стоит. Петухи во всей природе это. А та, что заболела, заболела, додолбят его. Или разорут, съедят, как у волков у собак. Общечеловеческие ценности отсутствуют. Это когда ко мне. Это теория заулусов и их логика. Хорошо, если я отнял дом жену. Это хорошо. А у меня отняли, это плохо. Вот это есть. А что они имеют в виду? Ну все говорят, любите родителей. Да, ущите отца и мать. Насколько народность есть, которая считает, дожил до 60 лет, тебе больше делать нечего. Он садит его на закорки себе. Ну, на закорки, на спине висит. И сын должен увезти его в горы и там оставить. Там он помирает. Разное, абсолютно разное. Ну, гостеприимство очень развито у мусульман. А богини Кали как служат? Да, у них гостеприимство. Накормили, отпустили. Теперь кто первый его встретит за гранью деревни, убьет, чтобы снять скальп. Так а зачем кормили? У нас в уставе написано. А зачем скальп в уставе написано? Вот и все. Сейчас самая экстремистская литература называют Коран. И прямо прокуратура подняла этот вопрос. Ну, мусульмане ясно, как у нас сказали бы. Библия тоже экстремистская литература. По Ветхому Завету. Нет общечеловеческих ценностей. Ну, а зачем он это говорит? Я сейчас все скажу, попрошу их сразу помочь мне. Вчера один из администраторов моего форума выставил материал, который журнал давал «Русский дом». Наша статья в третьем номере с 2014 года была. Крутов. Он работал в АИФ, там аргументы и пакты, везде был. Очень и очень насчитанный человек. Очень. И вот они беседуют с одним стрелком или фамилию так называют. И спрашивает он, он обозреватель этот, а этот главный редактор и путешественник, что там такое нет. И он надает этому, кто не депутата, общественный обозреватель там. Скажите, ну, вот почему русских так ненавидят во всем мире? Он начинает говорить, он не договаривает. Это я сегодня прослушал, его вчера поставили на форум к нам, администратор. Так, а как ты считаешь, вы считаете, там называют, Виктор Иванович, война будет, нет? Вопрос этот уже не стоит. Она непременно будет. Даже не хотели бы никто, она будет. Но не говорит откуда. Он говорит там завоевать пространство, и которое при перестройке определенные лица, определенные нации. Ну, еще они прямо не сказали, евреи, Израиль. Чего вы трясетесь-то? Они этого не скрывают. Борис Абрамович, почему Березовский не скрывал это? Да, я еврей, но туда не поеду, в Израиль. А почему? Мало удовольствия утром просыпаться, говорит, в Израиль, и думать, как 6,5 миллионов, думать тебя обмануть. И кому он говорит? Генеральному прокурору Российской Федерации Скуратову. Аргументы, факты это печатают. Не бойтесь сказать, а мы не против. Нация, в нации есть цыгане, которые не работают нигде. 90% цыганам, говорят, за решеткой сидит. Я выставил материал. И вот теперь-то, когда все эти точки, все это обнаружилось, все эти ценности, мы, я уж говорить даже не хочу, мы сами должны в это вникнуть. Как бы я слово Божие подставил? Вот он отвечает. И мне сейчас нужно, чтобы с этим Скуратовым, главным редактором, он, кажется, генеральный директор и его жена Крутова, он главный редактор. Кто-то меня связал. И чтобы эти вопросы он мне задал по скайпу. Только по скайпу, чтобы мы могли записать. Тот отвечает и ни одного вопроса правильно не отвечает. А видно, рядом идет. Почему-то я подумал, что человек какой-то совестливый. Ну, хороший. Ну, хороший. Ну, это не церковный, не евангельский христианин. Война будет, да будет. Почему? Не потому, что разделить пространство, потому что это предсказано Богом. Главное-то вот, и оно должно исполниться, оно и поэтому идет. И не может измениться. Вот сейчас зима сейчас закончена, зимы не будет нынче. Написано до конца мира будет. Зима, лето, ночь, день. И оно не будет, а кабай день длинный. Ну, длинная и ночь будет, как на севере. Что ты путаешь-то? Будет это, меня надо с ним связать. Я вам скажу, кому надо позвонить. Ну, сейчас вы знаете, позвоните. Основатели нашего форума. Меня сильно задело этот. Много людей идут, и никто не будет. Вот поэтому я просто обязан был встретить и закончить. Мы заканчиваем. Еще раз, в последнее время мы все чаще и чаще можем наблюдать, как в странах Запада провозглашается иная свобода, двоеточие, от нравственных начал, от общечеловеческих ценностей, от ответственности за свои поступки. Мы видим, насколько эта свобода деструктивна и агрессивна. Вместо уважения к чувствам других людей она проповедует вседозволенность, игнорирующую убеждения и ценности большинства. Вместо подлинного утверждения свободы она утверждает далекие от элементарных нравственных ориентиров принцип неудержимого удовлетворения человеческих страстей и пороков. Агрессивный настрой такой ложно понятой свободы приближает ее к тоталитаризму эпохи гонений и безбожии XX века. В кавычках тоталитарная свобода, основанная на человеческих страстях, возвращает нас во времена язычников, пусть и в более лукавой и изощренной форме. На наших глазах вновь разворачиваются картины, знакомые нам по событиям безбожных десятилетий нашей страны. Боистующее безбожие нередко в самых уродливых и гротескных формах вновь подняло голову и смело заявило о себе на просторах Европы. Нравственный релятивизм... Ну и что такое? Потеркнуто. Релятивизм. Нравственный кто? Релятивизм. Релятивизм. А что такое? Относительность. Ну с чем связано? Релятивный. Относительный. То есть релятивный. Относительный чего? От чего-то? Божественного плана или чего? Я даже не сказал. Нравственный релятивизм и вседозволенность возводятся в основной принцип бытия. Вот это вот слова, когда подталкивают, такие, и они никому ничего не говорят, а только тем релятивизм. Зачем оно нужно, когда определенное слово есть у нас, у русских людей? Засорение речи этой. А он может сказать нет, не может. Иначе бы он это не сказал. А рассчитан на то, чтобы все знали, но люди не понимают. Одно слово, значит, ну все правильно, где поворачивать. Навигатор, дождем, а одно не понял, куда, и совершенно другое, направо или налево. Ну скажи ты правильно, что означает это. Парадигму эту разбирали сколько. Парадигма, парадигма. Я говорю, парадигма таща. Это образец, пример. У нас же есть пример. Вот для нас парадигма является все евангельское, что мы верим. И вот они просто незачем это. Мои географии исследуют. Исследуют бабушки, прабабушки. И вот, говорит, самое непонятное. Лапкин выводит так, что любая бабушка поймет. И в этом весь Лапкин. Людям это понятно. Зачем? Я нахожу подобное слово «проблема». Я его не люблю, я его заменил. Просто, а какое? Нерешенный вопрос. Ну пусть два слова будет. Нерешенный. Он нерешенный. Называет вот «проблема». А что за проблема? Нерешенный. То есть, мы не можем понять, что нам делать, если ребенок в семье не слушается. Он нерешенный. А тут юнальный естественный. А вы за или против? Меня это не касается. Но иногда просто необходимо изъять ребенка. Пьяный сыродитель. Ребенок умирает. Одним мощи там у него дома. Необходимо мешать совластям. Но вы не говорите, что ребенок несет последствия греховной жизни родителей, проклянутощего четвертого рода и прочее. Вы дальше-то скажите. Не просто так. Вот где он Бог? Куда смотрит? Он по тому и смотрит. Смотря на мучение людей, чтобы родители вздрогнули. Когда-то. Когда придут, и потом она за голову хватается в тюрьме, протрезвится. Что я с ребенком делаю? А в это время я подвернулся, только сказал, она обратилась. Я говорю, как ты могла принять? Я измущилась. Понимаете, я уснул, только я вижу большая песочница. И дети похожи на поросят. Грязные-грязные играют. Я понимаю, это мои дети. Я не могу к ним подойти. Что делать? А что я тогда? Так я же абортов 24 сделала. Ну и что? Теперь-то я и прямо говорю. Ты хочешь жить не только здесь, а там. Поверь во Христа. Этот грех он взял на себя, как будто он сделал. Ну мой грех, как он иначе? Грех-то не просто грех. Греха, возмездие за грех он взял на себя. Как это? Да как он? Очень легко. Даша я рассказываю. Она принимает сходу уже все. Я отхожу от нее, она уже помолилась самой вместе. А почему? Страдания детей ее подвигли к этому. И мучаясь, там она получила известие. Один ребенок умирает, другой идиот растет. Третьим в детдоме, там, как надо, детдом или как-то, там маленькие мальчики насилуют ее девочку. Что угодно там есть. И она все переживает и рвется. А я как раз и погодился. Я работаю в лагере. Я имею доступ до нее. Поэтому нужно не релитивизм, а конкретно что? Субъективно, объективно. Ну я спрошу, субъективно, объективно. Все понимают, что это такое? А это на каждом шалоне слова толстые. Итак, относительно клятвы, давайте договоримся, чтобы нам не стать противниками Божьего. Слово «клятва» должна быть истреблено. Абсолютно. Не клянитесь никак. А раз не клянитесь, то слово на клятву отсутствует. Ну верить, не верить. Златоуст говорит, если будешь клясться, тебе все равно не поверят, потому что ты лжец. Я все обращаю к себе. А вам что, всегда верили, нужна была клятва? Я не знаю, где к клятве, как будто никто не побуждал. Но если я сказал, он может меня будить в полночь. Через год я отвечу точно так же. Почему? Потому что это я. Это не слова, а это я состою из этих слов. Я не могу по-другому ответить. Так вам это вредно. Вы говорите во вред себе. Да так. Да, это во вред. Во вред на этой земле. Но когда придет время и коснется души человека, и он говорит. Вот сейчас в интернете, я смотрю, что про меня говорят. И гляжу, там выставляет один игумен. И говорит, вы Лапкина не знаете? Это человек, который всегда говорит то, что думает. А думает то, что написано в Священном Писании. Для него авторитетов вообще никаких нет. Вы пока он живой, успеете познакомиться и узнаете это. Когда говорят в свободе. И в каждом слове его могут увидеть не любовь. Но когда вы ближе коснетесь, вы поймете. Именно он и любит вас. И архиерея, и патриарха, и президента. А как вы их любите на молитве? Вот заболела у брата Николая, и Надя. И мне не позвонили, и мне уже нехорошо на душе. Как не сказали? А виновата кто? Старшая сестра знала, и она уже когда? Сразу позвонить. Ее боль. Я переживаю. Володя приходит. Володя, не могу ничего. Сегодня до того у меня томление такое. У меня желудок все нормально работает. Я не могу объяснить, с чем это связано. Вот походил, походил, не могу. Знаешь, Николай, я думаю, что это Польгуева надежда. Что-то с ней. Так откуда бы я знал-то? Духовная, телесная, я не знаю. Но мысль моя на молитве поворачивается туда. Я даже не знаю о болезни, я среди недели начал усиленно просить за нее Господа. Чтобы все у нее успокоилось. Когда что-то на душе неспокойно, а они на леково не там работают. У меня живой свидетель, вот он, Володя. Если она мне безразлична, зачем бы мне это нужно было? Я потому это и говорю, чтобы мы научились сострадать друг другу. Мне плохо, я дома один, и мне плохо. Я на молитву чуть-чуть успокоюсь, молитву сошел, только опять плохо. Плохо, что-то где-то с кем-то плохо. Открой мне, Господи. Все очень... Дальше опять плохо. В день надо семь раз, меня Бог семнадцать раз на молитву поставил. И Володя приходит, и молитву, давай помолимся. Моя молитва одна никак не тянет. Где двое или трое. У меня живой человек. Ложку к рту несу, в это время звонок. У нас кто-то заболел. Ложка, пол-ложки, обратно побежали на молитву. Почему? Тут ждать не приходится. Он болеет, может быть, и у него вена рвется там. Кто живет рядом, знает, со мной очень непросто жить-то. В среди ночи я могу сбулгачить их всех на молитву. Поступило известие. Болит ли один из членов, страдает все тело. Вы считали? Да. Вот это и есть. Я сразу стал припоминать, сколько она добра сделала, все надписи от нее. Как мы приехали и поехали, она успела горячего что-то наготовить, принесла с нами там. Знаете, как это? Волной все это идет. Это усиливает молитву. Почему? Потому что, Господи, да придут тебе на память добрые его дела, Писание говорит. Я Богу стою и напоминаю, Господи, припомни ей добрые дела, помоги ей. Что, я не знаю. Как будто ее кто-то в плен взял. Это самое опасное не война, а плен. И вот мы уже видим, как по Лондону различают автобусы с надписями «Бога нет», «Наслаждайся жизнью» или «Ты гей, гордись этим». Слышим о том, как в Париже лубинками и стряноточивым газом разгоняют демонстрации сторонников традиционных семейных ценностей, нежелающих усыновления идти однополными парами. Становимся свидетелями того, как на ангоне главного храма Москвы появляются кощунницы, своими действиями вызывающие одобрение некоторой части общества. И как потом аналогичное действие разыгрывается в парижском Нотр-Даме. Ну, Нотр-Дам – это главный собор. Но дело в том, что вот он упомянул, кощунницы, не просили прощания, посадили их. Из них сделали мучениц. Более неправильного действия нельзя было. Мы были около храма Христа Спасителя, молились, поднимали руки. Калина преклоненная, Николай, так было. Все это у нас сохранилось. И мы просили Бога, чтобы Бог сохранил и страну, и президента, и патриарха. Ну, и я сразу сказал, это неправильно делают. К ним прикасаться нельзя было. Это уже задним числом у меня это тоже сказано было. А что нужно сделать? Молиться. Храм закрыть на большой амбарный замок, все двери. И хотя бы три месяца. Я объясняю, почему три месяца, почему закрыть. Потому что это из Священного Писания говорит. Думали, что вел Трофима, и тут же храм сразу евреи закрыли. Он осквернен. А после трех месяцев, чтобы молились в это время перед храмом Христа Спасителя, рядом канал Москва, молиться три месяца. И день, и ночь. Ну, народу-то много. Со всей России патриарх бы сейчас, говорится, сказал и так, и так. Молиться о себе, в первую очередь о себе. Куда мы народ заблудили, не учили. Сколько сект. На Украине что разворачивается. Это же не сегодня началось-то. И они-то пришли. И они, ну, как бы, если, так, это, конечно, кощунники. Но как? Пресвятая Богородица. Прогони Путина. Молитва. Больше ничего. Они кричат просто. Это срань Господня. Слова-то как будто бы не литературные. Ну, понятно, кто тут собрался-то. Это все засняли. Это была акция подготовлена. Кто-то снимал, как они уже дома тренировались. Там Толоконникова. Это отвратные люди, которые открыто пришли в Манеж и совокуплялись. Две недели ей до рождения, и она с мужиком чужим, совокуплялись принародно. Вызвать шок, ну, эпатажное выступление называют-то. Ну, это она ответит за это. Но вот за то, что мы не воспользовались этим, это мы ответим. Вся страна бы подвиглась туда. Так как в других местах кресты валят. Нам головы еще отрубать будут. Господь допустит. Надо было молиться. Три месяца, денные ночи, чтобы патриарх почаще приходил. И чтобы слез было не меньше, чем в канале. Вся страна бы была на коленях. А народ, как правило, обращается к страдающим, не гонителям. Это уже, ну, закон такой везде. А после этого в Нотр-Даме им подсказать. Виктория Гигуа нет, никто им больше не подскажет. Вот это мое видение. А как вы узнали, что так поступать? Никто так понимает. Никто так не понимает. А почему вы думаете, что правильно? Потому что по Библии. По Библии закрыть. По Библии написано три месяца оскверненное. Я все объясню. И плакать. Мы допустили до этого. Не потому, что они пришли, а потому, что мы подводили к этому. Там какой-то зал. Каждый день они могут сдавать. Сейчас я могу ошибиться. Но что-то за полмиллиона, кажется. Там может что угодно. Танцуют и что. В храме Христа Спасителя. Насколько верно, не знаю. Но пишут это. Выход у нас только один. И при том один, и при том очень прямой. Начинать с себя молиться. После молитвы и слезы. Патриарх меня опять не спросил. Вы так о себе думаете. Ну а ты пойми, что не я это придумал. Один раз допусти такое, что я не придумаю ничего. Я скорблю обо всем. Как только минута свободная, я опять, Господи. Я опять не понимаю, что это означает. Что это означает. Я многого-многого вам не говорю. Вот батюшка говорил, люди там ушли, то другое. А я могу разложить почти по дням. Я днем записываю. Вот с этим человеком было то-то. А я его не видел. А теперь все подтверждается. Я к нему подошел, так потихоньку сказал. Ты стоишь на грани, ухода есть из общины. Она уже тебе не нужна. Да вы что? Да я да. Ну как Миша Никитин-то. Проходит какое-то время немножко. Вымелся и при этом с самыми нехорошими чувствами. Начал там разбирать, по частям продавать. И потом за целую стоимость полуразобранную продал, купили мы. Я это на молитве узнаю. И когда люди спрашивают, как это, я не могу объяснить. Просто я скорблю, молюсь, и Бог дает эти чувства. Я начинаю читать Библию, она как будто я сам не открывал, а Бог не открыл. Вот это, зачем бы я начинал-то. Я его только, мне прислали его, я его в интернете не искал. Ко мне сбросили, ознакомьтесь с этим посланием. Я ознакомился, и нигде отзыва нет. А почему все молчат архиереи? Я сразу решил ответить. Пожалуйста. Очередное непонятное слово. Секуляризация. Что такое? Секуляризация. Понимаешь, как дети, дети бы сейчас сказали сикать. Больше ничего тут нет. Единственное. Обмерщение. Обмерщение просто. Секуляризация низкой. Вот все. Ну почему прямо это не скажешь, чтобы на роде наступило отступление от Бога. Обмерщение, под видом демократизации. Более возлюбили мир, нежели Христа. Любите славу друг от друга, от единого Бога не ищите. Я когда это просчитал первый раз, для меня это была стена передо мною. Господи. Так это все абсолютно здесь. Я как-то даже написал, ну как бы, трактат такой. Вот жить без лжи. Солженица призвал. Это невозможно. Если сейчас начать жизнь без лжи, то любой эксперт скажет, к утру государство развалится. Вот всю ложь, если вскрыть депутата, президента, патриарха, в милиции, и когда вот они искусственно штрафуют, к слову сказать, нас искусственно за рубежом ни разу не остановили нигде. Все государства Европы, считай, скандинавии, прибалки их прошли. И нет, если нас остановили там где-то один раз, то не штрафовали, ничего, мало того, еще и впереди нас поехали показать. Там по-другому, как же, другой тип людей. Еще и сам-то не сказал менталитет. Нет, ну вы бы не ошиблись в менталитет. Ну не надо это слово. Образ жизни. С навыком. Считай, это вот. Запутлялся не деда щукаря. Так верну, говорит, сам не вернусь. Итак, секуляризация или обмерщение? Обмерщение. То есть возлюбили более мир, нежели Бога. Так, переначим слово, значит. Обмерщение под видом демократизации в действительности высвободило в европейском сверхгосударстве, являющемся культурным наследником Римской империи, колоссальную энергию властного подчинения. Видите, вы имеете в виду даже не просто секуляризация, а якобы некоторая была духовность, уничтожение, перевод на мирские, плотские рельсы. Тут даже еще большая вина в этом слове. Отступление, не просто увлечение, которое не знали. Я грешный человек и на неделю посмотрел фильм один, называется «Сын отца народов». Про Василия Иосифовича Сталина, 12 серий. Очень сильно поставлено. Очень и очень сильно. Что этот человек стоил и чего? Ну тебе это надо? Я никому, может быть, и не стал бы говорить это. Но я так много взял. Я не могу рецензировать, говорить, но я бы рассказал, где были ошибки, почему. И в Сталине, каким его показали, было что-то, когда он сыну поблажки не давал. Он, оказывается, имел сбитые самолеты немецкие, Василий. Раньше молчали, не знаю, что такое. Сталин сказал убрать, потому что первый сын Татьяков попал, его на Паульса хотели обменять. А он говорит, солдата, на солдата маршала не меняю это. А вот не маршал был, а фельдмаршал. Да. Ну а этого, говорит, плен. А немцы, когда узнали, что он самолет, они все подняли, любыми путями захватить, а то Васю в воздухе пленить. Вот, и вот поэтому, ну вот как этот, Гарри-то, в Великобританский, глуп-то. Отправили его куда-то, в Афганистане или где был, там он просидел, за этим показывает. А там всех бросили, башни-ракетов, найти его и пленить. И тогда они перед нами падут. Конечно, с нами этого делать нельзя. А пример мать Маковейская. Сыновей режут, терзают, сдирает скальп и жарит на сковородке. И она только каждого уговаривает, будьте верны. Через несколько минут вы получите все новое. Вот образец. Вторая Маковейская, седьмая глава. Пошли. Эта кипучая энергия сегодня стремится окончательно порвать с христианством, сдерживавшим ее тоталитарные импульсы в течение 17 веков. В результате она бессознательно стремится к установлению абсолютной диктатуры, которой потребуется установление полного контроля над каждым членом общества. Понимаете, вот он говорит, дальше-то не договорит. Зачем этот контроль? Да антихрист придет. Ему только сказать, открыть 17-18 главу апокалипсиса и сказать, вот он придет. И 13 главой закончить, показать, вот он будет не продать, не купить. Но они говорят, нам не нужен мировой общий порядок. Почему он не нужен-то, когда этому быть? Нам он не нужен. И мы о нем и говорить не будем. К этому все идет. Кто желает, как вот на Берсеневке этот. Не принимают иной, 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 иной. Один храм во всю Москву. И к ним отовсюду едут. А они мне сюда звонят. Отец Кирилл сюда. Ну зажали, говорит, все отнимают и меня отсюда снимают. И что дальше делать-то? Во-первых, это не печать Антихриста. А во-вторых, упритесь сколько можно. Ну видите, что уже завтра снимают, тогда примите. Я в чем могу сказать-то? Вы пример даете. Мужественное состояние. Конечно, ему было это приятно. Он напечатал все. Вот я гляжу, брат Николай Белл там видел. К слову сказать, если кто не знаком с ним, ну он приезжал тут. А Игумен Кирилл Сахаров. Необыкновенный человек. Член Союза писателей он теперь. И вот, что бы я ему ни сказал, он немедленно в дело притворяет. И тут же объявляет. Я его обличаю самыми строгими словами. И он тут же, тут же прям, ту же минуту выносит на всеобщее обсуждение и в интернете уже стоит. Он вызывает такое полное доверие. Я говорю, во второй книге он поместил это у меня. Я говорю, я только одно не могу понять. Я отец Кирилла-то, или Совета звонила. То ли он это сам делает, или он еврейские штучки тут. Масоны его на это наставляют. На Бресеневском поле сухого крыжовника. Закрутил эту общину-то и никуда ее не выпускают-то. И он это все написал. Вообще, я знаю, что такие слова не будут мстить и давить. А таких никаких. И у него написаны выдержки священно писания. Я посмотрел, сразу нашел три ошибки. Ему сказал. Я говорю, значит, давно не читали или писание не знают. А это его паства. И он тут же, сразу, сразу тут же и сказал. Вот Игнатий обнаружил. Так он напечатал, в интернете стоит-то. Это знание такое. Вот я был у адвентистов. Все по писанию. Я знаю только одного человека, который так оперирует писанием. Ну и дальше называет меня. И столько там от кого-то слышал, фантазий, чего я даже не знаю. Как будто другая биография. А почему? Любовь. Другие, которые ненавидят, они абсолютно все. Это садист, это садомит. Это его снабжают муслимы. Меня муслим. Он давний сотрудник КГБ. Это про меня же, тоже это про меня. СРУ. А? СРУ. СРУ. Да. Что угодно. А это любовь. И он почему-то ловит слухом самое доброе. Идут мусульманская, не мусульманская, фуфи. Итальянская экскурсия. Приехали, как их называют, туристы. Идут мимо Андреевского, кажется, собора там или Софии. И видят, стоит мужичонка такой, такая кипчонка. Одежа, видно, потрепанная старая. Говорят, да, как бедно одет русский-то. И вдруг он на чистейшем итальянском языке, без акцента, начинает говорить. А мы не это ставим главное. И там на целые полчаса опять проповедь. Идет делегация английская. Точно так же, и, конечно, только на чистейшем. На английском там. Немецкая делегация, а на немецком я никогда этого не говорил. Ни одно итальянское слово не знаю. А ему кто рассказал? Я говорю, ты откуда ты взял-то? Он показывает мне того священника, который Сергей Коннабас сидел, которому книги оставил. Да, был в Киеве. Да, подходили ко мне люди. Да, я изъяснялся по-английски. Но тот-то не знает, чистейший или не чистейший-то. И тот-то не стал, он не хотел столгать. Он стоял и удивлялся и молился. А потом он стал священником. Сергей. Действительно было так. Я стоял. Подскочили японцы, схватили меня, сфотографировались. Я не успел оглянуться. И там где-то в японской газете появился. Но я не знаю, тем более на чистейшем. Но немецкие, меня немцы не отличали, когда говорил. Я у немки бог дочь учился. Вот. Понятно? Это не надо вот это... Ну, любовь, конечно, приятная. Даже на меня не похоже. Все равно приятно, что есть такой отец Кирилл. Четыре дня были, четыре проповеди в храме на литургии, говорил я. И тут же облечет стихарь. И отец на ум. Вот два человека. Другие священники во дворе разрешают или дома. Там они не решились. Почему? Может и правильно, иначе их сметут оттуда. Батюшка сказал. Даже епископ сейчас будет наставить, чтобы я преподавал. Они уже программу у меня спросили. Какая программа? Я говорю, я могу повезти вам что? Любить Христа и любить Библию. По житиям я могу. А география называется. Я могу по святым отцам. Это патристика. Я могу по мировому искусству взять вас. И, конечно, главное это миссионерство. А говорят, у вас программа какая-то, я предлагал. Да. А где она у вас? Ну, я рассказал как. То есть, в этом году мы можем поехать. Конечно, не за рубеж в России, в Мурманске. Одна машина наша, две патриархийные. Я подскажу, что мы берем, а вы ориентируйтесь, вам надо или не надо. Сейчас экскурсия, может, где мы брали у Кукушкина в Иркутске-то. Вот. Загрузиться полностью. Дальше. Любое село, город, там, где надо, мы обтягиваем к центру. Я себе как могу тружусь, но я вам расскажу, как. Один из вас может со мной пойти. А потом назначаем на три часа Дом культуры. Ну, это я говорю про большие села районного масштаба. Вот маленькие не попадем. А потом мы выступаем. Выступаю я десять минут. И левый. Тут договоримся, кто первый-то. Вот. А потом мы вместе... Но. У нас каждый не к кому в рот не залазит. Но в конце речи одинаково. Все, я и вы, людей призываем к храму московской патриархии. Вот это у нас одинаково. До этого, согласно нашего опыта, а в конце, согласно того, что я признаю вашу благодатность, и мне больше ничего не надо. Я к себе в зарубежную церковь ни одного человека не звал. Никогда. И у нас это было запрещено, вы знаете. Вот Андрей был этот, здесь тогда. Вы помните старобрядистый? Марков. Марков. И он тут заявление подавал. Мы так его не приняли, вернули обратно к священнику с запиской. Прими его обратно. Мы обратно отправляем. Если бы мы говорили, не коньяне эти там, хотя мы тоже не коньяне теперь. Ну там, патриархийные, к ним не подходи, это там сосуды такие, как о нас говорят другие. Ни один бы не пошел. У старобрядцев никто за это время не ушел. А от нас, старобрядцев, человек 15. Почему мы говорим, это законно, иерархия и прочее. Многие ушли туда. В патриархию, в любые храмы. Но мы говорим, только вы идете не к лучшему, я обязан сказать. У них нет собрания, разбора. Они пытаются подражать. И приходят и говорят, ой, совсем не то. Ой, совсем не так. Я был, пошел на занятия проверить, как. И попросил слово, не дали. И кто не дали-то? Местная старобрядца белокремитская иерархия Никола Думнов. Чего он мне не дал, не знаю. Помог бы дать. Неужели я против говорил? Я представляю, сейчас меня, может, завтра будет разговор. Епископ Максим, конечно, встречу, обговорит. Все, семинарисы. Сергий. Сергий. Сергий, ну, заковыка. Меняется тут, не успеешь запомнить. Вот дальше. Мы договоримся. Мне нужно еще два человека. Один снимает. Я уже сради за раз договорился. Это был не иеромонах, а архимандрит. Батюшка его принизил что-то. Иеромонах – это монашество и священник. Там ничего больше нет. А егумен – это уже начальник монастыря. Архимандрит – это крупного монастыря. Он архимандрит. Хотя архимандрит сегодня просто звание, как-то генерал без войска. Но один будет, чтобы был ноутбук и был поисковик. Я ему сказал, когда, а он даже не знает где. Мне нужно, чтобы я называю, я на память называю места писания. Теперь цитировать. Надо, чтобы кто-то цитировал. Тут было бы так. Володя, снимай. Сергей. Вот. Потому что я не сказал, он уже руку поднял. А я тебе только сегодня говорил-то. Я это скажу. Но дальше я им скажу так, я заранее скажу. Я им дал третий том и сказал, я поведу по третьему тому. Его там нету даже. Кажется, вообще у меня нет ни одного теперь. Нету, вообще. Проискал и нигде нет. Я у него отберу назад, у епископа. Она одна у меня была. Кончилось. Третьего тома уже нет. Третьего тома вообще нет. А? Вообще нет. Вообще нет. Ну, может, потеряю кем. Здесь не могу найти. Книги у меня скремительные. У меня есть. У меня несколько книг есть. Несколько? Да. Так верни. А как это несколько попали тебе? На через Игорь Третьякова. Вот нет его. Он мне отдавал все книги. Дальше. Дальше. Я попрошу его, чтобы очень опытного даже человека... Штук семь. Принеси немедленно прямо. Так. Несколько... Несколько одного священника, который будет сидеть со мной где-то рядом, тоже здесь. И чтобы наблюдал за ними. Я не буду просто как в университете говорить. Я их увлеку всех. Чтобы... Вопрос и сразу ответ. Чтобы они были. А он будет ставить баллы. Сколько было. И мы быстренько по ячейкам разнесем наших семинаристов. А которые не были, мы с ними отдельно займемся. Почему? Вы ничего не знаете или слишком много знаете? То есть у меня очень четкая к ним программа. Если он это пойдет, потапует, то надо молиться. Результат будет положительный. Только положительный. Естественно, что я не московскую патриархию, ничего не затрагиваю. Я буду только говорить о Христе, как любить. Пожалуйста. Игнатий Петрович, а это будет только с семинаристами-очниками? Очники. Только очники. А то еще заочники есть наши. Чтобы я с ними был рядом. И они спрашивают меня программу. По каким предметам. Для чего он спрашивает это? Ужу. Если... Работаем. Рискусить меня. Ну, расстались мы до того по-хорошему. Я подарил ему книги. И, ну, я не знаю, книг шесть, наверное, семь, епископов. И он оставил машину. Вон он там далеко. И мы туда ушли, там стояли, стояли. То есть расположение такое прям ласковое. Что я не скажу? А я вот заплаты на штанах вот так вот встал перед ним. Вот смотри, отец Филарет. Я в таком виде предстану перед вами. Вы меня примете таким? Тут никакого разговора нет. Я стараюсь, ну, не навяливаться. Вот так я буду стоять. Кошича Логородная. Ну, да никакого разговора нет. Ну, ладно. Но мы будем все снимать. Ну, и снимайте. Мне больше отвечать не очень. Ну, готов, давайте. Давайте хоть сегодня. То есть это... Я об этом молился много-много лет. И если это будет, то это будет настоящий прорыв. Господи, помилуй. Я думаю... Я еще ни с днем будет, не будет. Даже ничего не будет за то, что приехал и тоже положительно. Что епископ Сергий до того времени был положительно расположен. Он говорит, очень расположен к вам. Это личное его качество. Ой, говорит, это не то, что до этого было. Я уж не говорю, что он там как-то так говорил, как бы тайно. То есть все в положительном плане. И вот сюда мы зашли, книги выбрали и пошли. Так что мне нужна помощь. Помощь только в молитве и двух братьев. Игорь Иванович, а может быть, вы там за нас попросите? Физкультуру может у них вести духовную? Что именно? Ну, еще, может быть, там где-то им надо преподавать? Воскресные школы какие-нибудь? Не знаю, я спрошу. Хорошо, у кого какие просьбы, мне дайте, чтобы я им сказал. То есть у нас есть братья, которые могут пойти. Но будьте очень аккуратны. Вот ты вылез, в твою сторону, нарекания. Не один раз уже слышу. Я говорю, а Дарина, еще слова какие-то сзади. Так, следить за этим. И сразу вон туда, на стул, и пусть там сидит. Хорошо. В прошлый раз ты сказал слова выше. Я прослушал, да, действительно так. Батюшка, куда это годится? Наш отец Аким. Святые, не святые. Игорь разошелся, не остановите. То другое. Я не возмутился, но тоже задумался. Я говорю, я теперь вот как объясняю. Правильно я тебя не понял? Так говорят, стяжи двухмерен, спасутся тысячи. Сказал Серафим Саровский. Он сказал об этой фразе. Тоже мне нашли святого. В смысле? Не в том, что он сомневается в святости Серафима Саровского. Но это нигде не оправдано. Во-первых, неизвестно, говорил ли он. Во-вторых, нигде в мире этого ни разу не было. Мирные спасутся. Да не от мирности спасаются. Вера от слышания, а слышание от слова Божия. Давид говорит, я мирен. Пока молчу. Но только заговорю, они все к войне. А почему? Потому что обличают. Я тебя обличил, а ты не принял. Я понял, Бог решил убить тебя. А зачем говоришь? Затем, чтобы не быть мне кровавым. Из Ихилия 3.18. Ты видел братца греша, и ты промолчал. Его кровь я взыщу с твоей руки, хотя он погиб. Но если ты говорил, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. А кому это сказано? Всем. Ты сыну своему скажи. За тебя, Даша, я не ответственен. Ты самостоятельно понесешь бремя это. И бремя это будет очень тяжкое, сынок. Но благо то, что ты знаешь, куда обратиться в трудную минуту. Поэтому ты отличаешься от той когорты, к которым ты пристаешь. Слезы мои даром не пройдут. Придет время, ты увидишь, что в доме отца наемники избыточные с хлебом. А это наш хлеб. Дальше. Я тебе правильно сказал? Ну, еще надо же вспомнить, как он молился на кровне. Понятно, я понял. Слова эти, чтобы нигде никогда не были говорить, а кто они такие святые. Теперь уже начинают обобщать. Вы вообще святых не признаете? Ну, это не так это. Конечно, не так. Я и спрашивать даже не буду. Так а сегодня проповедь читали? Сколько святых перечитали? Так, кто сегодня читал проповедь там обесов? Ну, я читал. Игорь. Я же и читал. Игорь, Игорь. Игорь. Кто это? Золотоуз говорит? Там написано, что подборка из различных поучений. Мне снять это надо. Снять в электронной версии. Найди, где это. Не сканируют, а как называют? Сканируют. Нет, сканируют где-то. Мне необходимо, это я в интернет выставлю. Сделай это, пожалуйста. Это разных святых отцов взять. Да, из разных поучений написано. Это большая работа. Дальше. Не к этому ли мы идем? В целях безопасности, в кавычках. Соглашаясь на обязательное введение электронных паспортов, всеобщие дактилоскопии, отпечатки пальцев, и повсеместное насаждение фотокамер. Ведь все это можно легко использовать и в других целях, которые также можно приписать в кавычках усилению мер безопасности. То, что происходит сегодня на Западе, является постепенным воссозданием пакс романа. Чего? Пакс романа. Это латинское. Глобально-интернационального господства. Римская империя. Пакс романа. Вместе с тем, если римская власть в определенные периоды индифферентно относилась к безнравственности, то сегодня ее стремятся возвести в норму. Кто у нас слово «дифферентно»? Безразличное. Безразличное. Современное демократическое государство некоторые даже представляют в роли гаранта легального статуса безнравственности, ибо оно защищает граждан от посягательств религиозного хангельства. Роль религии, так же, как и в Риме, видится исключительно в утилитарном свете. Утилитарный, то есть только в исключительно потребительском плане. Вот мне важно это, а другим не важно. Она должна быть служанкой государства, не претендующей на истину, частным делом каждого. В кавычках, частным делом каждого. Тем не менее, от нее все же требуется безусловное признание государства и послушание ее законам, в том числе тем, которые подрывают ее основы. Тем не менее, христианство по самой своей сути не может отказаться от претензий на истину. Такова его эсхатологическая природа, взыскующая града грядущего. Что такое эсхатологическое? Библейское. Тут что-то мало голосов. Библейское. А? Библейское. Это кто знает? Это окончание мира. Так, еще кто знает? Я вижу, что там не попадалось. Что-то с временем, что-то связано с временем. Кто еще хочет сказать, что эсхатологическое? А, ладно, все-таки. Современному циркулярному, опять же, государству, проповедуемое Церковью Царство Божие, внушает страх, кажется угрозой нетерпящего конкурента Царству Человечеству. Как и в константиновские времена, христианство остается единственной силой в мире, которая не может поглотить гигантский механизм нового деспотического государства. Вот как раз это деспотическое государство Константина и разрушило все, что Церковь в три века строилась. Богатейший доступ к Царству Небесному был. Мученики. Развивалось только одно. Свет во Христе. И вдруг все пошло. И потом в монастыре это протест был, вот они туда побежали. Как раз секуляризация и произошла, оберчение. Секуляризация как раз и произошла, оберчение. Все, что мы сейчас видим. Не случайно поэтому в пророчествах апокалипсиса используются образы тоталитарной империи, которые воюют против святых, употребляя для этого всю свою колоссальную мощь и средства контроля. По-видимому, величайшая историческая заслуга императора Константина состоит в осмысленной попытке синтеза новой государственности, основанной на евангельских нормах. Наверное, этот эксперимент вряд ли мог завершиться успешно, ибо никто не вливает вина молодого в мехи ветхие. Марка 2.22 Языческая государственность Рима с присущим ей стремлением к абсолютному контролю так и не была изжита в христианских государствах, пришедших ему на смену. И все же старые мехи римского государства позволили церкви в полноте раскрыть себя в своем служении тысячам поколений, реализовать свои благодатные дары в истории, оказать влияние на формирование многих культур и традиций. Зачем он говорит тысячи поколений? Образно это, никаких клещей нет. Впереди еще 15-20 тысяч лет не будет. Поколение это 25 лет, умножить на тысячу. А сегодня, кажется, тысяч пятьсот от Адама. Что тут непонятно? Тысячи людей. В этой грубой форме, сегодня даже ускоренно пытаются они реализовать всеобщую слежку, подчиненность, чтобы воцарить антихриста. Ну, разные болезни, что угодно будут придумать. Обрать 4-5 миллиардов лишних едоков, и война обязательно будет. Война это, почему? Она предсказана в священном писании. И вы слышите о войнах, о военных слухах. Не ужасайтесь. Почему? Ибо всему надлежит быть. Надлежит, Христос сказал. А можно за мир бороться? Ну, как ты за него будешь бороться? Да вот государство справедливое. Ну, даже, ну, все до одного отверующие сейчас вот собрались здесь, вышли на улицу. Ну, другая-то улица неверующая. Да и среди верующих-то еще сколько прилепится. Ничего этого нам не заповедано делать. Нам заповедано взыскать для себя и рассказать другим. А кто примет добровольно и ничего больше за этим не стоит. Да какая-то вас мало. Ну, Христос сказал, малое стадо. Хотя этим играет, где надо, не надо. А у них там так хорошо, к Виссариону ездили. Такие счастливые лица. Ничего удивительного нет. Ничего. Почему-то, когда пляшут, и видели пляшущих демонов. Тоже нравится им. Видите, показывает, когда явление-то. Ну, черти пляшут. Для чего? Поговорка есть такая. Такую рань встал, говорит, еще черти на гулачках бьются. Нам отец говорил. Наследие христианства воспринимается нами преимущественно в свете его исторической эволюции в период, последующий Миланскому эдикту. Брак церкви и государства, хотя и оказался в силу разнородности партнеров не вечным, тем не менее, задал европейской истории такой вектор развития, отклонение от которого будет означать цивилизованную смерть нашего континента. То есть он за брак? Ну, так и есть. Он за брак церкви и государства. Мир берет крепко за руку, я тебе наряды дам, у меня стихотворение такое большое есть, кто-то написал. И дальше он ведет, бросите тряпки свои, и все. И, наконец, голос прозвучал. Ты пала отступница, и смерть за тобою. И это невеста Христова. Невеста Христова. А разве это может быть? Отчитай из Икииля. Ты была брошена в кровях. Ты блудила со всеми изображениями. И я нашел тебя. Я омыл тебя. Я дал тебе. И говорит, что дал ей господин это, Югова-то. А ты все это проблудил. Вот образец. Он говорит к Израилю. А голая оголива. В этом контексте исторический урок Миланского эдикта становится чрезвычайно ценным. Он показывает, что новый виток развития цивилизации должен основываться на той свободе, которая покоится на прочных нравственных основаниях. То есть нигде к частности-то не обращаться. Развитие, общество. Встань, крести себя, мой грехи твои. Мертвец к определенному. Тебе. Придите ко мне все. Сказано вообще, а теперь так. Ты услышал и приди. Вектор развития. Хотели... Это только на бумаге ты можешь говорить. Нигде никакого вектора развития нет. Вот он старик. Вот рядом прям со мной живет. К слову сказать, сейчас я про него скажу еще. Про старика попутно. Он пошел за хлебом, бабка дома. Приходит уже зарезанная лежит. Какой-то наркоман заскочил ее тут же. Вот со мной прям рядом. Отверткой убил. Отверткой. Его то ли Митрофан звать или как? Он ко мне на днях. Я пошел собак кормить. А сам боком глянул. Он на Христо вышел рано. Ну я пошел там с мусором вернулся. Он все стоит, вижу, ко мне идет. Такого не было. Идет, подошел, вижу, выпивши. Я вот что подошел. Вы мне одну бабушку не дадите, старушку? Бабки, то вы еще востребованные. Это у нас по Теряевке была Матрена Петровна, кажется. У Барабаша жила там. Вы мне не дадите. И она такая, ну как старуха-то. Там 70, наверное, было уже. Четыре года. Я говорю, баба Мотит, а ты, наверное, когда-то была не такая. Как она сразу стрепенулась. Так вот, как меня забрать? Так там где-то в табунах за меня еще один дедушка сватался. А то уже где-то ей было под 60, наверное. Ну, сватался. Но мы умрем. Ты сам рассуди. Где ты будешь? Какой этот брак? Что за этим кроется? Да, что-то маленькое. Все понятно. Ты каждый день это видишь. А мог быть, это другой заключает где-то тлен с мертвецом. Никак. Нигде. И вот этот подошел ко мне, Митрофанта. Я говорю, да, вы пьете бритый. Она же этого не будет. Да она мне не нужна, как бабушка, чтобы за мной ухаживать. А сам еще нанимается у нефтяной. Ну, нефтяная компания, подметая где-то. Он работяга такой. Сосед его сжег. И он в течение, наверное, месяца крышу покрыл. 120 тысяч отдал, кажется. А у соседа деревья растут на крыше. Молодой. Ну, не молодой, а средних лет. Живет в бане. Бабушек наших ищут. Не просто вы выходите, а вы красивые. На вас еще глаз сложат соседние старики. Как на бабу мотят. Бабушки, ты когда идете по форме-то, он ко мне подошел, к вам никому не подошел. Я говорю, так я их не выдаю никому, мне самому такие нужны. Хозяин, хозяин. Обращается, значит, как будто у меня по полочкам лежат хорошие бабушки. Они мне нужны такие. Как рабовладелец. Ну, ладно, ладно, тогда так. Нет, я никак. Я говорю, знаете что, у нас мало их. Вы идите по Кровский собор. Их там выходят и выходят. От миссионерки я понемогу. Да не могу, как этот говорил Андрей Кураев-то. И ваша бабушка будет. Или в Никольский собор пойдите. Там проходной двор. Люди прям идут волной-то где-то. Ну, хорошо, не знаю. Этот тоже пришел, и я хочу к вам записать. Я пью и запил с Андрея-то. Я говорю, так вон, по Кровский собор. Я всех патриарши церковь отправляю. К себе мы никого не пускаем и не зовем. А он обратится, может быть. Обратится там и будет. Зачем это я буду привлекать? Именно из такой свободы и должны вырастать все прочие виды свободы. Из нее же вырастает и государство, чуждое талитализмом. Он думает о государстве. Какое оно вырастает? Христос не сказал, что будет государство и прочее. Христос был, когда была римская власть, и он нигде не заботился об освобождении от римской власти. И оставил в пленении Богородицу и апостолов. В противном случае, свобода вновь становится лишь декларируемой абстрактной ценностью. И либеральная идеология закрепощает и зомбирует человека, подобно тому, как это делала безбожная идеология в недавнем прошлом. Декларируемая, зомбирует. Знаете, что такое декларируемое? Заявляет. Заявляет. В четвертом веке церковь впервые в своей истории начала интегрироваться в гражданское общество. Что такое интегрироваться, знаете? Объединяться. Внедряться. Внедряться. Нет, интегрироваться все-таки. Это более точно. Внедряться. Объединяться. Да. Христиане впервые почувствовали возможность реализовать свою веру и свои убеждения на благо своего земного отечества. Это неправда. Впервые почувствовали. Да они никогда этого не заботили собой. Тамошли и проповедовали, и хватали, и сажали. И первого века апостолы все так делали. Не запретили и накрепко. Они говорят, кого больше слушать, Бога или человека? То есть им не надо человеческое общество. А какое есть, так там и находимся. Я просто делюсь опытом. У меня не было в жизни места, где бы было препятствия беседовать. Говорить о Христе не было. А это что? Это корабль. Это на воздухе, в самолете. Ну везде абсолютно. В милиции много лет вел занятия. На радио, на телевидении, в редакции, в тюрьме, в лагере. У мусульман. Где бы не было. Дверь везде открытая. Павел говорит, дверь широко открыта. От тебя это зависит. И что будут слушать? Слушали меня, будут слушать вас. Вот и так. Гнали меня, будут гнать и вас. Он сказал. Это путь Христов. И надо радоваться этому. Сидеть. Не будешь, что сегодня как раз об этом говорили. И Николай, и все. Сидим на одном месте. Это ясное дело, что ничего у нас. А ты не сиди. Даже дома, если ты сидишь. Даже если. Вот этот сказал прописан. Николай сразу. У меня можно адрес дать. Вот так надо себя достать. Выскочил. Я первый пойду. Вы измири меня. Выскочил, Бог любит. Как пророка Исаия. Я пойду. Хотя послать некого. Сила христианского богословия. Богословие искупления и воскресения. Богословие Царствия Божия, пришедшего в силе. Должна была раскрыться в жизни многих народов, населявших тогдашнюю Экумену. Экумену. Я как-то выступал инкогнито. А что такое инкогнито? Тайно. Тихо. Кто знает? Инкогнито. Неизвестный. А? Неизвестный. 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 Тайный. Ну, кого-то. Две общины баптистов были тогда отделенные, вот это зарегистрированные. И они разделились. Разделились пополам. Туда ушло 150, 105. И началось такое поношение, и все из не могли. Город Кызыл, Тува. А я поехал туда свататься. И меня там повели. К ним. А они не знают, кто я. Одни считают, что я из баптистов зарегистрированный. А другие считают из тех, которые вот отдельно на энтузиастов где-то. И все пришли. И я стал говорить у них слово. И произошло примирение. Как они плакали. Все стали, брат дорогой, как мы истосковались. Все друг друга целуют. И я уехал, а у меня там один человек был, который уже склонен был. Он стал священником патриархии. И он мне это все рассказал. Все считали, что я той стороны и этой. Почему я для всех сделал совсем. Я говорил о Христе, о мире. И там один старичок мне задал вопрос. Скажите, а в Ветхом Совете церковь была? Я говорю, нет. Христос говорит, создам в будущем. Он говорит, нет была. А я говорю, и как вы докажете? А Христос говорит, и Давыд говорит, посреди собрания, превознесу тебя. Действительно. Вот это и кумена и есть собрание. Он имел-то в виду то, а я имел в виду это. Я не стал говорить. А этот, который священником стал и говорит, вот выступает этот Григорий. Ну, каждый раз выйдет на капитру и все новое. Я подошел, скажи, ты откуда это берешь такое? Ты никому не скажешь, нет. Я книжку православную взял. Епископа Виссариона. Как он толкует хорошо. А он не говорит. И выходит, а все. Какого благословенного брата Бог дал себе? Баптисты-то они его целуют. Такое. Другие слышат, это где ему Бог так открывает-то? А он просто не говорит им, что епископа Виссариона считает и выкладывает им на обозрение. Нам, мы богатые. И потом баптисты, это хорошие люди, им надо это дать. Дать. И мы можем этим поделиться. Мы можем этим быть полезным. Я все думаю, опять же, от Сергия, если он меня вызовет. Кроме этого, это мой недостаток, это никакой роли не играет. Ну, чтобы я в простоволосице, я сказал, главное для меня это Христос и Библия. Вы сказали, что по порядку, объясните, то есть пришел вам секретарь. Вот пришел, который секретарь, побыли, мы расстались. Теперь он пришел, там сделал доклад. Охеред он, отчет дал. Вот как он был. Принес мои книги, которые архиерею подал. Трехтомники, за слово Божие, не тусы. И 20-й том, 26-й и 18-й. С мусульманами как работают. Но ясное дело, что я расположен. Теперь они между собой будут обсуждать. А что конкретно он? По каким предметам поставит? Я уже знаю, как они говорят. Я скажу, как о тебе. Как вот два Николая сидят. На любую работу, какая не прилежит, я могу спокойно вот так. Пальше сказать, поехали, брат, и будет сделано. И они это понимают. Конечно, если они скажут, введите литургию, я не поведу. Потому что не моя область. Хотя я у отца Александра Пивовара, я брат мой, мы у него на дому прошли полный курс семинария. Трое готовились, три брата сразу на рукоположение. Но это не мое. Что интересно, на меня шили подрезник. Как называют его правильно? Подрясник. Подрясник? Подрясник. Я его надел, снял и говорю, я не поеду. А уже до тебя ждут в Омске тайно архиерейку. Положат, где батюшку Максим, кроха фамилию. Я говорю, не мое. Вот это когда было? Ой-ой-ой. И как вы точно знали, не мое, но жизнь заканчивается. Теперь я могу сказать, что это абсолютно точно. И отец Аким поехал, его руку положили. Сорок лет назад. А? Сорок лет назад было это? Может быть. Семьдесят третий год. Да, как батюшка. Да, давай. Кумена, кумена. В наши дни церковь и ее священное предание, в скобках, традиция, стали открытием для нашего народа. Целое поколение оторванных от церкви людей заново находили веру. Ситуация, в которой мы оказались, ситуация обретения забытой традиции, воцерковления общества, возрождения церкви, поставила перед нами задачу. Какую? Понять, что такое христианская традиция. С большой буквы традиция, между прочим, написано. С большой буквы, так и дальше словами. И кто мы в этой традиции? Вот сколько он сказал о традиции, люди узнали оторванные от церкви. Это все слова неверующего человека. Ни одного слова, ни одной мысли верующего нет. Люди не знают Христа, он мог бы прямо сказать. Они не уверовали, вероотслышание. Это все очень просто. Никто никого никуда не отрывал. Люди взяли за оружие, подняли попов, все разрушили, храмы. Ну, не одни же евреи-то ломали-то. Это вчерашние православные, которые были-то. Потому что вся масса пошла на этом. Почему? Царь, говорит, отрекся от престола. На фронте была такая радость, как будто пасхальный день. Любовь какая была к ним. А уж он все сделал для них. И свободу совести дал. Люди Бога не знали. Традиции от Ормана, традиции. Нет традиции. Посмотрите, все женщины, которые стоят, а в храм ходят, это одни бабы. Одни бабы. Кто? Дмитрий Смирнов. Там уже ни сестер нет, ни женщин, одни бабы. Ну, в общем-то, правильно. Нахнитыри разлюбезный до этого довел, что ж никого нет-то. А у мусульман, у них может полторы тысячи мужиков. Да у нас за тысячу лет этого не было, чтобы они мужики и полторы тысячи. И потом пять раз в день, чтобы пришли. Ну, надо до конца договориться. Почему? У них пятикратный намаз. А у нас этого нет. Намаз, молитва. Намаз. Я просто это слово применяю сюда. Кроме того, знакомство с историей христианской цивилизации, с историей церкви, открыло перед нами понимание роли церкви в совершенно разные эпохи. Благоденствия, притеснений, ошибок и испытаний. Этого не знала церковь в эпоху Константина, когда она только делала первые шаги в качестве признанного общественного института. Признанный общественный институт. Не признанный, не общественный институт. Ничего этого нету в Библии. Там есть Христос и невеста его церковь. А что? А исповедовать? Вы понимаете? Исповедь это таинство, и из нее сделали самую глубокую греховную яму. Батюшка сегодня об этом говорил. Делающий грех. Вы знаете от кого? От дьявола. Евангелистян пишет. Кто грешит, тот от дьявола. Так он на исповедь пойдет. А от дьявола и пойдет к Богу, если только придет. Но если он возвращается назад, это все аннулируется. Они мстительные люди. А мы отомстим за то, что у нас было... Ну помните, этот вышел, давай, душить-то за 100 динариев-то. И он вернул ему долг и в тему запечатал. Это состояние каждой души. И вот он эти наворачивает слова, ничего этого нет, он не знает. Традиции, традиции, какие, назови. Все в штанах ходят бабы-то. У русского традиции было, что ходили в штанах-то? Да посмотрите, даже, ну, 50-е годы, где кино идет-то, ни одной нету. Это и так понятно. Нина, это же он, наверное, воздействует. Ты когда сшила себе штаны-то, поехала куда-то на юг-то? В 72-м году. А? В 72-м году. Ну так в 72-м. Вот, и то на тебя там вываливались, смотрели. Есть на что смотреть? Ну да, это если есть. Я еще кручусь здесь, надо с собой подушку брать. Не на чем сидеть на костях, сижу, давит все. К слову сказать, вот, может, я не врач, но попутно скажу. Вот скажите, у человека пальцы для чего нужны? Молиться. Ну так, ногти для чего нужны? По деревьям лазить. Давить. Давить в шею. Еще для чего? Поцарапать. Поцарапать. Тоже удобно, когда ногтей нет, не поцарапаешь, а гладить будешь. Еще. Заноз вытаскивать. Чтоб кончики пальцев сохранились. Сохранялись кончики пальцев. Вот это важно. А еще? То есть, когда начинаешь вот так говорить, ну, не для того, чтобы только в носу ковырять-то. Для чего это еще нужно было? Печатать на машинке, что не говорите? Да. Пальцы даны для того, чтобы совершить крестное знамение. Ну, кулаком-то не будешь делать, копытом не сделаешь. Человек бы ничего не изобрел, не будет 10 пальцев. Точно так все. Скажите, для чего вот эти две булки на заднице? Сидеть. Сидеть, мягко. Подушка. Никакой роли не выполняет. А из него сделают, ой, как прекрасный пол выглядит. И с чем? Ну, и начинает она. Стоит вот так вся и загнется, что подклящется-то. Ну, уже понятно. Или и стоит к стенке ногу подставить, а тут изгибается, и видно, что прям на игрушку играет-то. И больше у нее ничего и нет. Ну, у тебя заверчался, сидеть-то не на чем. Я просто на костяшках сижу, завертелся. Я в следующий раз приду с подушкой. Просто этот товар пользуется успехом кое-у-кого. И все. А? Я говорю, этот товар пользуется кое-у-кого успехом. 98% мужиков сидит в интернете по графических сайтах. Хорошо, а ты врача спроси, чего эта задняя часть нужна? Уколы делать. Это так. Уколы. Очень удобно. Это так. Нет, у этого места не сможет. Да там еще не только это, просто он молчит. Там поддерживают. Под хлопать, ребенка от хлопать, за уши не таскать. А по этому месту годится. Битие определяет сознание. Битие куда? По этому месту. А ты просто сказал, что во всем вы видели премудрость Божию. Аминь. Битие. Мы можем сказать сегодня, что церковь за прошедшие 17 веков стала более зрелой, более искушенной. Церковь стала зрелой. Ну где вы такое найдете? Церковь стала зрелой. Вот у меня, допустим, я сосватался, и невеста моя 18 веков зрела бы. Ну что? Не знаете как? Сосватали в этот день. Почему? Потому что груди у ней как башни. Песню песней считайте-то. Вот и все. Что две груди это новый завет. А сегодня она плоская стоит-то. У церкви-то нет никаких грудей. Что мы будем делать, когда ее посватается? Моя сестра молодая, а у нее грудей нет. Ну песню песней, ты считаете где-то? Самый эротический роман. Она как пальма, а груди как виноградные кисти. Подумал, я влез бы на пальму, ухватился бы за кихи. Открытым текстом. И это поэтическое, это очень здорово. Нос как столб давида. Вот и объясни, объясни, что это. Оглянись в Суламита, мы посмотрим на тебя. Суламита значит мирная, не военная, не освещает танки в Чечню, в Украину. Суламита, это от слова Соломона. Он Александр, она Александра. Валентина, Валентина. Соломон, Суламита. Мирная. И он в ней находит 7 качеств доброты. И там все в груди. А она в нем 10. Почему? 7 полнота и троица. Вообще здорово. Вот попутно приходится сколько сказать. Никакой традиции не было. А он уверовал человек. И сразу к ногам апостола все имение принес. Так, к слову сказать. Опять все так к слову. Наших людей, которые ушли у нас. Кто имеет с ними общение или как-то. Вы им передайте от меня. Вы многое можете найти. Если будете в очах Божьих. Все не найдете, что потеряли. Платите десятину. У кого вы исповедуетесь. Не будете платить десятину. Вы проклятим прокляты. И ваши дети и внуки будут. Малахи. Вторая, третья глава. Считайте. Наши уехали греки. В Грецию. Это она принесла десятину. Отцу Григория или Георгия. Он еще такое. Батюшка, это десятина. А зачем она? Она говорит, положи. Она пишет, что делать? К ногам положи и иди домой. Он не знает. Пожилой священник и не знает. Десятина благословения несет. Господь говорит, не открою ли я небо для вас? Куда ты ушел? Меня даже не надо знать. Я знаю, что лучше нигде пока нет. Но десятину платите. Еще лучше, если ты будешь платить больше. Как Тавита 1,8. Я платил, говорит, три десятину. На большее я не убеждаю. И слушать, так вот слушать, где кому помочь. Сколько можно сделать. Перед нами открыто огромное поприще. Я бываю в милиции, на таможне. Ознакомился. Я говорю, понимаете, у вас должность для того хорошая. Столько людей, которые жаждут, не могут достать, пропустить. Как-то понизить эту планку. Но не требовать. Таможни-то все сожженные. Я сейчас нафтинку смотрю. Где не пропускали, где за собаку-то требовали. Вот именно новошахтинская таможня украинская сожжена полностью. Вот. И этот ролик я сегодня отсылаю монашеву брату Сергею. Благослови его Господи. Быстро пришло проклятие. И если Господь... Я говорю, вырежи, что не надо. А дальше как отец Аким подходит. Снаряды берут в руки. Валяется сожженная танки. И все это башня сорванная валяется. Это наши братья. И радуются. А это кто? Это не ополченцы. Это федеральные войска. Да-ка там-то кто в федеральных-то войсках? Это наши родные братья православные. Могли быть. Радуются, убили. Это не годится нам так рассуждать? Давай. Мы можем сказать сегодня, что церковь за прошедшие 17 веков стала более зрелой, более искушенной. Исторический опыт церкви не позволяет нам, получив свободу, не распорядиться ею с умом. Сегодня от церкви требуется особая мудрость, потому что мы получили такой исторический шанс, который не вправе упустить. Упустили. Если вы пожелаете, вот в дальнейшем, если только будет желание, я принесу материал, называется «Горькие плоды сладкого плена». Зову Александра Крахманникова. Что интересно, я переплетаю, а сам радио слушали дома там. И вдруг передают. Я Надежде Васильеву говорю, так это мои материалы передают по радио. А передают там «Голос Америки». Потом вижу, выражения такие не мои. Да кто же это такой? И наконец я узнал. Потом я поехал, с ней встретились. У ней на дому беседовали, записано, фотографировались. Я ее считал как Девора Израиля. Которая восстала над миром. Женщина. Ее проводили через тюрьму в 186 году в Барнаульске, где я сидел. И у ее мужа Светова, Светов фамилия его. А я сидел в Северном, который директор-то. И он говорит, по какой вы статье? Он говорит, по 190 прим. Он говорит, а моей камере такой сидит. Сидит? Да по ней-то сейчас мало. Сидит один человек. И он меня заочно как бы уже знал. Она гласила так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный и государственный строй Союза Советских Социалистических Республик. А как Лапкин утверждает, что наше государство от сатаны. И с ним надо бороться. Вот. Лапкин утверждает, что есть гонение на верующих. Да как? А я сижу за что тогда? Может где-то я всех не знаю, но про себя-то знаю. Это все написано в обвинительном у меня. Давай. Уже в 1990-х годах церковь в России в полный голос заговорила о свободе и ответственности, как в двух абсолютных ценностях. Без взаимодействия между которыми невозможно построить справедливое общество. Сегодня же чаще подобные мысли звучат из уст государственных мужей. Сегодня церковь и государство в России, а также в некоторых других странах постсоветского пространства способны говорить единым голосом, выражая единую позицию. Созвучие между церковью и государством в оценке общественных процессов ни в коей мере нельзя считать признаком, в кавычках, слияния между ними. Оговаривается. То есть ясно, что слепились. Нет, это не слепились. Ну как же так? Ты скажи, не покажете, все так же погибете до президента. Вы будете уничтожены. И потомками преданы проклятию, как Сталин, как Ленин, как Гитлер. Этот о нем не может сказать, потому что он с ними встречается и у него все. Принцип взаимного невмешательства церкви и государства во внутренние дела друг друга должен сохраняться и сохраняется. Но этот принцип должен быть уравновешен другим, не менее важным принципом соработничества церкви и государства во всех тех областях, в которых это соработничество возможно и необходимо. А оно оказывается необходимым в самых разных областях, сопряженных со сферой общественной нравственности. Да зачем же она нравственность-то нужна? Да где она? Когда воспитывают в нравственности ребенка, родители, без Бога, это самые негодные родители. Они его учат, паренький будет другой, его бьют, его долгают, глядишь, повесился в армию или где-то. Его должны учить так, как учат мусульмане. Но мы трое, но объединимся и дадим вам жару. Половину перережем. Он среди волков должен быть волчонком. Или ради Христа. А если не ради Христа, зачем его сделать таким хлюпиком-то? Ты вот в разные секции запиши его, как там бьются, как, ну разно, бои без правил и прочее. Вот как надо жить. Интересно, на днях выступление мне Путина подбросили, закрыть там надо, что будто бы, а это похоже, действительно так и есть. Путин сказал, что полный контроль над интернетом, над нашим гражданам мы врать не будем. Я подумал, а что это означает? И вдруг мне вчера, мне прямо и говорят, наш форум посчитали некоторые зараженные особым вирусом. Мы открыть не можем его. То есть я открываю, на моем открывается, на Володином планшете открывается, а Витя не может открыть. И вдруг вчера сообщает администратор наш, который организовал этот форум. Я, говорит, перебрал все и наконец нашел этот вирус и удалил его. Сейчас форум, сегодняшнюю ночь, открыт для всех. Я говорю, а почему так? Я когда зарядил там ссылки-то, оказывается, Путин и другие, кто-то там, у него же команда хорошая очень. А они сделали так, что определенные регионы, Алтайский край, допустим, Кемеровская область, частично попытаться этих отключить. Почему я попал, у меня ничего нет там такого. Ну а как отключить-то? Отключить так, не отключенный он. И главное, я администратор, у меня его, и мы его доступ. На конце доступа к моему форуму далеко не всем. Я тебя гляжу, народ прибывает, и вдруг раз, в два раза меньше. А почему? А они, люди, говорят, почему-то не можем зайти. С Мейл.ру заходит и говорит, ваш форум чем-то заражен, чем не знаем. Его проверили в скоростях, ничего нигде нету. Это я узнал сегодня ночью. То есть и Путин высказался перед всеми. Я зарядил, и вижу, он правда сидит, говорит. Может быть, подделали это. Контроль над интернетом, нашим гражданам, государство и не пытается. То есть, видимо, контроль над определенными. Так что открывается кое-что, они, видите как, хотят, чтобы был мир на земле, а его не будет. Потому что Бог предсказал, скачет бледный конь, на нем смерть, а сзади ад. Сегодня государство, и представители религиозных конфессий, а также безрелигиозные люди, в скобках неожиданно для себя оказавшиеся в меньшинстве, могут принимать полноценное участие в дискуссии о ценностных ориентирах общественного развития. Ценностных ориентирах общественного развития. Ни одного слова евангельского, это нет. Ценности. Христос и все остальное нет другого имени под небом. Деяние 4.12. Ты или со Христом, или в ад. А как? Мне считать не надо. Мне вот вопросы задают вчера, а как вы считаете? Я говорю, или как вы полагаете, или как вы одобряете? Ну, разные вопросы. Я говорю, мне это не надо, не одобрять ничего. Вот я выписываю вам канон, и вы смотрите, как вам он идет. Канон такой-то, собор такой-то, я его скопировал, вам дал. Маленько погодя, спаси Христос. Ну, не имеете вы своего мнения. Не имею, не имею. Ты абсолютно правильно сказал. Мое мнение, я уже пропитался этим, оно подчинено Евангелию и канонам. Мы должны создать такое общество, которому никому не будет некомфортно, в котором каждый сможет реализовать свою свободу. Ну, бред совершенный. Ну, как этого не понять? А слово реализовать что означает? Реализовать. Ну, значит, воплотить. Реализовать, воплотить. Выполнить. Выполнить. Ну, осуществить в каких-то действиях, мыслях. А когда говорят реализовать товары, что означает? Продать. А, вот это, давай дальше. Сегодня мы не можем рассматривать общество как бездушный механизм, управляемый юридическими нормами. Именно так и есть, бездушный механизм. Так и так и есть. И все более и более бездушное. Общество – это еще и духовный организм, который управляется духовными законами. Не зря мы говорим о нравственном и безнравственном обществе, об обществе больном и обществе здоровом. Возможности государства воздействовать на духовную сферу человеческой жизни весьма ограничены, тогда как церковь обладает здесь огромными возможностями. Для того, чтобы интересы общества реализовались в полной мере, необходимо, чтобы гражданская свобода, который может и должен обеспечивать государство, сопрягалась со свободой религиозной. Потому что именно свобода является связующим звеном двух сфер общественной жизни – гражданской и духовной. Тема эта сложна и многокранна. Она провоцирует дискуссии, и в дискуссиях нуждается. На протяжении всей христианской истории, с тех самых пор, как в Милане был подписан исторический эдикт, даровавший церкви свободу, церковь находится в непрерывном диалектическом развитии. Она, с одной стороны, должна сохранять свою купленную ценой крови-свободу, с другой стороны, она призвана ее реализовывать. Крови-свободу. Понимаете? И вископ Кэрл Макс. Почему прямо не сказать? Эта этапа уже размерена у Бога. Периоды времени. И когда, на какое время, вот столько, 70 лет будете в плену, потом вернете и будете строить призрак. Я забыл батюшке вопрос один задать. Электрические развития. Когда я разговаривал с епископом, и там были священники, я говорю, самое доброе имя, такое мы встречаем, не считая Христа, это фигура Ездры. Никто столько не сделал, как он. Во-первых, его три книги в Библии, автор книг. Дальше. Он собрал книги Ветхий Завет. Это он собрал в один Ветхий Завет. Дальше. Он выпросил народ, вывел из плена израильского, отстраивает стены, отстраивает Иерусалим, отстраивает храм. И за ним ни одного отрицательного действия. Никак Давид там совершил такие грехи, Соломон там поклонялся и идолам и прочее. Нет. И его и нет в святках. И назвать его имя нельзя. Почему? А вы назовите. Вот батюшку надо спросить. Если у нас будет ребенок, можно ли это назвать во имя Ездры? Все золото храма Кир отдал ему. А? Все золото храма отдал ему. Вытащили и перечисляли. Понятно. Я спрашиваю сейчас о том, батюшка наш, может ли крестить ребенка с разрешения там епископа, у кого, и митрополита, назвать его Ездры, потому что его нет в святцах. У меня недавно пришли одни, и я спрашиваю, как назвали ребенка, не советуется ничего. Ну, как назвали, ну, кто-то там отец, мать решили. Ну, как сегодня назовите, Таня, Маня. У нас этих Танях, да вот она сидит, рядом Цингаева сидит, я только буду руками размахивать. Маня, Маня, глухонемая сидит, у Нагаева там, сколько, у меня мама Мария, племянница Мария Бауэр. Надежды. А Надежда, Надежда. Любви. Куда ведь, не Три, Надежда, Надежда. Валентина еще. Валентина. То есть, фантазии никакой нет. Нету. Ну, а почему вы не спрашиваете? Календарь открываем, она этот день, такое интересное имя, мученица, ну, прямо, так бы и взял его. Нет, никого нет. К слову сказать, принимается закол, который будет запрещать именно неудобные правительству. Да, я слышал. Ну, у нас тут, возьмите, четыре часа, четыре Игоря, четыре часа. И два из них, Игорь Владимирович. Вот он, и Игорь Владимирович, Третьяков Игорь Владимирович. Ну, тут Игорь Александрович еще, Игорь Валентинович. Ну, как это? Вот у меня старший брат был, Самуил. Я, Игнатий. Брат я, Иоаким. Да какое-то имя. Я говорю, вы Богородицу знаете? Да. Надо скажите, ей паспорт выдавать. Как ей паспорт выдавать? Надо имя и отчество. Как? Мария Иакимовна. Как ее Акимовна? Так она преснодела. Я не пойму никак. Так ей без паспорта жить надо? Ну, живи она в наше время, сейчас. Ее бы участковый сказал, Мария, ты получи паспорт. Ей бы записали, кто отец. Так нет? Отец-то Яким и Анна. Чего мы такие? Давай. Давай, брат. Любая свобода ценна, когда она сопряжена с ответственностью и жертвенностью. Область свободной, обладать свободой, значит для церкви оставаться солью земли, евангельской захваской, духовной силой и совестью народной. Мы воспользуемся, по полной программе, мы, а одна наша община вот здесь. Сектанты воспользовались этой свободой с 91-го года. Во-первых, что? То, что нам разрешали так книги, не написать бы. То есть написать мог бы, но изъяли и сожгли. И издать невозможно было. Я-то еще по тем впечатлениям, я еще в той захваске, и первая книга были стихи, и я боялся. Получу я ее, не получу. Дадут, не дадут. И когда дали в руки, так я вот так вот еду дорогой в трамвай, и посмотрю, и опять спрячу. Когда я сдавал противостектантский второй том, я нигде на книгах не указывал типографию. Сразу перекроют. Это уже издавая 2005 год, я все еще тресся. Почему? Я слишком научен. У меня столько изъяли. В прокуратуре мне сказали, две огромные кучи материалов, сжигали во дворе прокуратуру. Огромные кучи. Это пленки, это мои письма, архивы и прочее. И поэтому я дрожал. И только в последние книги, Кисьму православию, во втором издании уже написал, где они издавались. Горно-Алтайск. Улица коммунистическая. Реализовать свою свободу означает действовать, использовать те возможности, которые дает Господь для служения и для проповеди. Так устроен мир, что свобода – это условие решительного, но обдуманного действия. Свобода – это средство, условие творчества. А творчество – это вовлеченность в жизнь общества со всеми его внутренними противоречиями. Нам суждено жить во времена, когда в наших руках, в руках христиан оказался драгоценный дар свободы. Тот же дар, который получили христиане в эпоху императора Константина Великого. Этот дар божественного промысла открывает перед нами огромные возможности. Однако дар свободы еще и возлагает на нас колоссальную ответственность. Умение распорядиться даром свободы требует от старшего поколения людей в церкви особой мудрости от молодых делателей на Ниве Божией колоссальной самоотдапией. Так, послушайте. Вот, Комсомольская правда. Какой у нас здесь? Вот здесь вот, посчитай. Я не вижу. Громче. Вот она. 30 декабря. Какого? Года 2009 года. Вот такая статья «Леса в окладе». Это пишет Василий Михайлович Песков. Я с ним переписывался. Он по природу всегда пишет. И вот как лесу они... Он идет... Вот я коротко отвлекусь. Как надо знать-то? Ну и собрались там корреспонденты, фотографы. И вот он пошел вокруг, который охотовед-то. И палочки. У него палочки где-то в сумке-то. И вот он смотрит. Если след туда зашел, он в правый карман. Так. Там выходной след, он в левый. Но теперь, когда вернулся, он счет-не счет. Если счет, это означает, взошла и вышла. А если туда не счет, это означает, что она там. И он скорее в флажке и вокруг красные флажки. И она не выйдет, не выйдет. Но у него не хватило. Маренька. Он в одном месте варежку бросил, в другом шапку. Повесил от папирос в коробочку. И она там проверила все, как есть. Ну и дальше загонщики идут, кричат. А где отверстия-то там нету флажков? Она туда и выбежит, ее там пристрелят. Ну и стоят люди почти 40 градусов морозом. Это называется леса в окладе. Прошли нигде нету. Тогда он снова пошел. Да как так это нету-то. А она, когда он пошел с флажками, она вышла. Она нашла заячий свет, и вступала в заячий свет, в свет и вышла. Вообще удивительно. Ну когда вышли, говорит, вот я попрошу, Виктор Андреевич, вот это слово прочитай в конце. Он очень был талантливый. Он умер сейчас. Одно время мы с ним переписывались. Я много раз замечал, человек всегда остановится проводить глазами заходящие солнце. Заходящие, когда заходит солнце. Ничто так в природе не бередит душу, как это молчаливое окончание дня. Понимаете почему? Вот люди любят слушать шуршание речки, там пламя, огня сидеть. Почему? Ну тут понятно, все это связано и внутри, вот это генетически. И теперь, дальше он и говорит, вот последнее, лисы в охладе нет. А теперь флажков боится, заяц не боится, он безбашенный, говорит, он перепрыгнул и пошел. Волк боится, лось и лиса. И однажды, говорит, мы заложили там, посмотрели, 9 волков-то. И когда заложили загонщики, пошли убили, 8, 9 нет. Тогда пошел снова по флажкам, и я нашел, а один волк все-таки решился. И он полз, буквально врываясь в землю, и когда флажки перенес, он как из него ударила струя, понос его прошиб, волка. Такой страх натерпелся от этих флажков. Ну и что? А вот теперь слушай. Вот это мы в охладе. Это епископы боятся друг друга. Мы все, говорит, в охладе. Один партии боится, другой жены боится. Давай. Да что, зверь, от человека возьмите. В иной жизни тоже получается круг. Простое кажется дело. Перешагни, и все пойдет по-иному. Нет, смелости не хватает. Так и живет иной бедолага в охладе. Неверно я говорю о молчании. То ли все уже, то ли все уже задремали, то ли о чем-то думают. Вот и дальше он пишет. Вот какое интересное, это уже на выбросе, печку растоплял, я всегда смотрю, что я растопляю. Такое, кому дать почитать? Дайте мне. Так. И вот это, которые сегодня читали письмо, так, кто меня еще просил? Асана Ума. Я уже три сделал копию. Еще сделать? А ты можешь от себя копировать себе. Так он меня расспрашивал, кто такой отец Наум? Как фамилия? Я говорю, Борщуков. Он еврей. Я его воспринял так. Я говорю, он в моем доме обратился. В вашем доме? Я говорю, он еврей, в моем доме обратился. Православный стал. Его привезли баптисты, показать, какой у него человек. Ну, не больше полтора часа у меня дома были. И выше он уже православный. Тогда он читал, да как это можно? А вот такая группа баптистов. И баптисты ведут, а он уже, он уже не с ними. А потом поедем и в переделки на даче писателей под Москву. Он примет крещение, полное погружение там. Вот интересно было крещение, такого я не видел. Вода как слеза. И он, сказали, в воду только надо, ну, она вот такая, вот ему, и надо согнуться туда, полностью зайти там. Но не сказали, сколько. Ну, и понятно, он думает, как лучше. Он туда нырнул, а он спортивный так, он вот так вот руками. А священник тут ширма, на нем нету ни одной ниточки, он совершенно, как матра дела его. И он туда, а священник тут ширма, священник руку под ширму, его во имя отца он ушел, священник молчит. Я его вижу, он сидит там, согнулся. Я ему на ум, а кого на ум-то? И на ум не придет, он не слышит. На ум не придет. Он вы, когда он из воды-то вышел, священник, я не успел еще сказать, и сына, он опять туда, опять замер, дыхание затаил, и... Выслик. Да, вот, как его было крещение. я ему стал когда рассказывать, его еще больше заинтересовало. И что он напишет, я даже не знал про это, не то, что я подговорил, там, напиши, не было этого. И я не считал, я говорю, а вы могли бы меня оставить? Так, ну возьмите, он мне его отдал. Что-то новое вообще пошло. Да вообще. Ну думал ли я, что 40 лет назад в моем доме он обратится, и он будет обо мне ходатайствовать, и меня поднимет куда-то там. Даже в сказке нельзя такого придумать. Вот она, живая вода. Аминь. Давай. Говоря об идее христианской свободы, как нити, которая связывает эпоху Константина с нашей эпохой, я обращаюсь в мысль к подвигу апостолов и мучеников, апологетов и святых отцов четвертого и последующего столетия, вплоть до новомучеников и исповедников церкви русской. С самого момента своего зарождения через все поколения, благодаря подвигу героев духа, церковь, как зеницу ока, сохраняла свою свободу. Более рабского положения никогда в истории мира не было. Все, что не скажет Советская Лося, все выполняли. Свобода. Как заговорили-то. То есть, внутри их было желание этой свободы, я так понимаю. Ну и хорошо. Но не надо говорить, что она была свобода. Это в плену была. И чтобы не говорили исследователи о церковно-государственных отношениях в Византии и на Руси, в самой сердцевине своей церковь оставалась свободной вне зависимости от внешней политической конъюнктуры. Свобода исповедовать Христа Господом и жить по Его заповедям останется константой для жизни церкви и для жизни каждого христианина до того момента. Что такое константа? Постоянная величина. И для жизни каждого христианина до того момента, когда небеса с шумом приедут стихии же разгоревшись, разрушатся земля и все дела на ней сгорят. Молодец. Петра 3.10. Дальше. Хочу пожелать всем вам а в вашем лице всему будущему поколению западных христиан сохранять дух той христианской свободы, которая почитает щитой все, что не преклоняет главу пред Богом живым и пред Спасителем мира Иисусом Христом. Сохраняя эту внутреннюю свободу, не бойтесь творчества, не бойтесь риска творчества, ибо Господь призывает нас быть Его соработниками в этом мире, а соработничество не может не быть творчеством в самом высоком смысле этого слова. И еще одно положение, которое я хотел бы сегодня адресовать всем нам. Неся в мир Слова Христова, не будем забывать о том, что лучшим свидетельством всегда был и будет пример нашей собственной жизни. Пусть наше творчество начинается в наших душах, в наших семьях, в приходах и монашеских общинах, в духовных школах и светских университетах. Тогда сила нашего свидетельства достигнет всей полноты общества и каждого его члена. Тогда мы сможем своими прожитыми достойно жизнями возблагодарить Бога за драгоценный дар свободы, который Он дает нам, христианам, и который никто не вправе у нас отнять. Аминь. Я вопрос, почему вдруг в конце он заговорил евангельским языком? Кто-то говорит. Я думаю, что это то, что первое он читал, это вообще не его, наверное. Я так понял. Почему в конце он заговорил евангельским языком? Потому что пора был заканчивать уже секуляризацию. вы добавили? Ну, почему? Это тактика такая. Все, что впереди было. Он сверху рисует крест, сверху положил Библию, я тебе подарок дарю, а вместе с этим все остальное подсынул. Это как в казахском колхозе раньше было. Вот у меня брат живет в колхозе корова. Ему дадим нашу сильную хорошую корову. Так, проголосуем. Кто против советской власти? Все. Да корова-то какой? Ну, это пакетом голосуется. Против советской власти, значит, помер. А впереди-то корова стоит. Против коровы я проголосую. С чего ради отдавать ему, когда у нас коров мало еще? С чего ради родному брату отдавать? Ну, это в виде анекдоты. Вот это та же самая корова. Он подсовывает ее для своих собратьев. смотрите, я еще сказал, и все сказали Амин. Да я сказал Амин на последнее. Я про то уже и забыл. Знаю, что это номенклатурный работник. Его это положено. Проверили, сказали. Он угодил всем масонам и советской и этой власти. И Риму угодил и Византии. Да. Так, еще, это все уже. Все, слава Богу. Аллилуйя. Еще хотели бы. Это все. Так, ну что, я думаю, за Эмириона надо помолиться. Если Господь усмотрит, мы можем встретиться хотя бы в интернете. Какой-то урон у меня Еле, его два пяти ешка ешка Рала. Паркутинская. Ко мне обращаются там. Я пишу вам Игнати Болтушка. Ух ты, как интересно. Я его знать не знаю. Бульгарный такой. Выспешил откуда. Я ему ответить еще не могу. Чего он считал нигде. Он такой разбитной архиерей. И как он ведет себя. Думаю, да выйдите на пробу. Раза два тебе бока-то оботрут. Я высылаю как есть. Ты за каждое слово должен ответить. Еще я сказал не так. Все сказано. И в интернете выставлено. Ну что сделать. там свобода. Ну вот ему свобода дана говорит о беззаконии. Да. Молитесь. Давайте. 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 Отец наш небесный. Господь и Бог, как Ты велик, могу и достославен. И милость вся у Тебя и долго терпение. Хвала Тебе. Благодарю Тебя за этот день, за эту возможность жить и двигаться, дышать этим воздухом и славословить Тебя. Прошу Тебя, Господь, ну смотри, что за этим стоит, что были здесь из епархии архимандрит, филарет, благослови его, и епископа Сергия. Если это от Тебя, устрои так, чтобы была польза от того, чем Ты наградил нас. Благослови Иллариону, Ты можешь все сделать, Господи, чтобы состоялась наша встреча, чтобы имя Твое Святое было прославлено в жизни нашей. Пошли добрые жители вселения наши, расшири пределы общей нашей, дай нам еще священника и место для занятий. Благослови правителей всех стран, дай им страх Твой Святой, и распорядись нашими книгами, которые там остались, найди новых мирян. Дай им духовное рождение, и это место защити и сохрани. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Боже Христос. А кто из братьев будет звонить? Не поможешь мне сюда привезти? Тихо, за что?